Помимо того, что у нас были авторитеты у молодёжи, я хочу обратить внимание, у нас никто не ругался матом. То есть у нас были мальчики, которые, да, может быть, и слушали сектор газа, и курили, но никто в разговорах не ругался матом. Никто не разговаривал матом ни в школе, ни в университете. А в университете у нас было 56 человек, две подгруппы. И никто не ругался матом. Поэтому хочу обратить внимание, а сейчас школьники разговаривают матом, молодёжь разговаривает матом, приходится делать замечания, потому что люди не понимают, где они находятся. Это тоже деградация общества, тоже падение и культуры общей, и вообще даже какого-то уважения к окружающим, потому что не все хотят этот мат слушать. И я бы, наверное, как мама, я бы своему сыну не разрешила бы жениться на девушке, которая где-то пишет или ругается матом. Потому что нам-то такие не нужны. И я считаю, что нормальный мужчина на такой девушке не должен жениться.